Открывайте дверь или старославянский перформанс возрождается. Спокойную жизнь Красноярского района нарушил приезд нежданных гостей. Неизвестные в древнерусских костюмах пели жителям дефирамбы и требовали взамен сладких угощений и денег. Наши корреспонденты задержали нарядный коллектив и допросили с пристрастием. Коляда, коляда, отворяй ворота. Может быть я слишком просто и нагло калядую? Вот и не открывают. О, точно, прикид не тот. Открывай сундучок, доставай пятачок. Ну что же вы не открываете? Видимо одному мне не справиться. Нужна подмога. И я кажется вижу, кто мне в этом деле поможет. Группа ряженых лиц, в том числе и дети, перекрыла въезды и выезды в селе Градцовка Красноярского района. В маскарадном шествии участвуют отпетые певцы в масках козы и курочки. Двое в костюмах под старину. Гастролер-гармонист с напарником в виде гриба и главарь банды по кличке Звездарь. На дело идут с песней, в пляс, как на праздник. Первый набег на дом бабушки. Здравствуй, хозяйка! С Новым годом! С новым счастьем! С новым здоровьем! Коляда пришла, всем нам радость принесла. Если вы с добром, заходите в мой дом. Врываются наспех, уже завидев первую добычу – пироги и сладости. Чтобы скрыть намерение, хозяйки желают хлебосольного года. Подай пирога, хлеб да лепешку, да свиную ножку. Коляда, маляда. Коляда, маляда, коляда, маляда, ка-ляда. Потешные восхваления словно гипноз для хозяйки, а саны сменяются дифирамбами. А потом, как гром среди ясного неба, звучит реальная угроза. Не дадите хлеба, стащим спичи деда. Не дадите лапку, стащим спичи бабку. Ой, мороз, мороз, мороз. Не вели много стоять, вели денег подавать. Ряженая группировка быстро добивается успеха. Хозяйка расстается со сладостями. Клядующие проникают в дом и там доводят свой умысел до конца. Пироги пестрая компания уничтожает на глазах у жертвы, намекая, что в доме осталось еще множество ценного. Но за ним они придут через год. Боже, дай скорее тому, кто в таком живет дому. Много радости и счастья над желанием в своем власти. Нам взамен он даст конфет и будет счастлив 200 лет. Налетчики прошлись мамаем и по второму дому, захватив с собой в качестве заложника первую сельчанку. Женщина оказалась наводчицей и имеет за собой еще один грешок. В прошлом она сама участвовала в таких же маски-шоу. Открывали дверь нам все. Все доедино, потому что все ждали, что обязательно придут клядовать. Все угощали. Все. Даже были рады, что зайдешь в дом. Мы так наряжались, чтобы нас не узнавали. Да, так наряжались. Все закроем, все запакуемся и ни слова не говорим. Пляшем, пляшем, гармония играет. А хозяева должны угадать, кто хотя бы кто зашел. А если одного угадают, то значит уже за стол все садимся. Если не угадают, значит мы уходим все. Во время второго налета внутрь заходить не стали. Ограничились величальным пассажем о доброте хозяйки. Кстати, клядующие на дело пошли первый раз в жизни. Репетировали в своей малине, доме культуры в соседнем селе Светлое Поле. У нас на самом деле сегодня дебют. И все откликли с таким энтузиазмом. Дети буквально за два дня выучили калятки. И у нас был целый конкурс, что пойдет вместе с нами. Я думаю, что это замечательно. Что на следующий год мы обязательно все повторим. Нынешняя добыча клядующих – полмешка сладости и 50 рублей. На следующий год планку будут повышать, как и зрелищность обряда. Планируется и расширение состава группировки. Так что набеги с аутентичным почерком ожидают сразу несколько сел. Продолжение следует... Продолжение следует...